Пастор Рок Супак 15 пасторов-представителей из разных стран Центральной и Южной Америки специально посетили СЛФ, находясь в предвкушении его программы. Молитва Исаия Гомеса Бареллы, президента протестантской ассоциации Коста-Рики. Затем пастор Хосе Луис Васкес, вице-председатель межрелигиозного совета штата Чиапас в Мексике, подчеркнул в своей приветственной речи, что слово пастора Оксупака – это простое и точное Евангелие, проповедуемое первоначальной церковью, поэтому давайте все вернемся к этому Евангелию. Затем пастор Серхио Вальдера свидетельствовал, что стал праведником, прочитав книгу, рассказывающую о жизни по вере пастора Пака, так и освободился от греха. Также прошло интервью на канале Channel 22 Мексиканской государственно-культурной радиостанции, у которой около 100 миллионов зрителей. В первой половине дня снова проходила конференция СЛФ. После лекции, когда было дано время для свидетельства, пасторы выстроились в очередь и поделились со всеми радостью спасения, переполнившей их сердца. Прежде всего, сегодня в СЛФ я был благословлен уверенностью в том, что все мои грехи прощены. Я свободен, праведен и спасен благодатью Христа. Около 20 главных христианских лидеров собрались и провели встречу, чтобы обсудить евангелизацию в Мексике и Латинской Америке. Также были проведены встречи с восемью высокопоставленными чиновниками из Латинской Америки, и все они услышали Евангелие. Член Нижней палаты Хульетта Фернандес Маркес, встретившись с пастором Паком, общалась о жизни по вере. На следующий день ее муж, федеральный сенатор Мексики Мануэль Анорве, тоже встретился с пастором Оксу Паком, услышал Евангелие и убедился в своем спасении. Кроме того, в университете Хуста-Сьера в Мексике прошло всемирное пасхальное богослужение. Каликс Плеридл, президент Христианской Ассоциации Гаити и Джованни Альберто Маркин, виза-президент Ассоциации пасторов Гватемалы, молились на рассвете и утреннем богослужениях, а Мисаэль Чавес, президент Протестантской Ассоциации Нисау Аль Кутал в Мексике, свидетельствовал об уверенности в спасении, полученной через СЛФ. Состоялась церемония закладки фундамента Миссионерского Центра Центральной и Южной Америки, который станет новым миссионерским центром в Мексике и Латинской Америке. Через 11 главу Евангелия от Иоанна пастор Оксупак рассказал историю Марфы и Марии, у которых было сердце, отличное от сердца Иисуса, но приняв Божье Слово, мы становимся маленькими Иисусами, в которых есть та же сила, что и у Него. Удивительные деяния Евангелия наполняли все мероприятие в течение всех четырех дней и трех ночей. Теперь через новую базу Центральной и Южноамериканского Миссионерского Центра мы с нетерпением ожидаем будущего миссии в Латинской Америке, наполненного еще более великими евангельскими делами. Редактор субтитров А.Семкин